Всем привет! Меня зовут Тарасим Валиев. Играю под никнеймом «Джио» за командой «Немига» по «Контер-Страйк Глоб Латанс». Я родился и живу в Эстонии, в столице, город Таллинн. Там у меня семья, друзья и, можно сказать, всю жизнь там прожил. Долго ли ты размышлял над тем, чтобы играть в «Немиге»? Как ты принимал решения? Легко ли было? Какие были мысли? Приложение мне пришло за месяц, что ли, до квал на минор. Ну и как бы в СНГ так принято, что команды в основном живут от минора до минора. И здесь всякие решафлы там в этот промежуток происходят. И за месяц обычно никто не решафлится, команды уже укомплектованы и, ну, играют в этот турнир. Меня пригласили в «Немигу». Я понимал, что, ну, это хорошая организация, команда достойная, потенциальная. Единственное, на чем я думал, что мне придется, ну, часто лететь в Беларусь. Ну, я буду не видеть своих друзей и родных, семью и так далее. Теперь поговорим о последних играх. Как готовились к отборочным на минор? Как настраивались на игры? Какие указания давал тренер? Тренировали раунды, играли праки. Но наша проблема была в том, что мы до этого не играли от таких серьезных турниров. И, честно говоря, никто даже не знал, как будет команда себя вести, какой будет настрой. И когда мы начали играть квалы, все почувствовали энергию, все зарядились и все показали хорошую игру. Не максимум хорошую игру. Еще будет максимум. Расскажи о своей роли в команде. Кого отыгрываешь и в чем твоя главная задача? Я являюсь, скорее всего, энтри-фрагером или вторым энтри-фрагером. А за сторону КТ я беру АВП и играю хелпующего. Моя роль мне нравится. Мне нравится, что я всегда участвую в экшене. И мне нравится, что я могу взять инициативу в свои руки и сделать что-то то, что я хочу. При подготовке к минору было ли такое, что вы менялись ролями? Когда я вступил в команду, у нас с АВП играл Лилипоп. Мы все-таки посидели, подумали, что нам нужно поменять роли, потому что то, как мы играли, это не работало. И, в принципе, не нравилось большинству игроков в команде. И мы решили поменять, и АВП стал робом. Игра изменилась. У нас появилась структура, четкие колы, четкие раунды. И потихоньку начали тренироваться, и все начало получаться. Как готовились к соперникам? Играли одинаковой стратой против всех или к каждому искали свой подход? Именно на этом турнире мы играли от общения. Мы играли против Атландс, мы делали мало заготовок. В основном это были раунды от общения, от индивидуального скилла. И мы к Атландс особо не готовились, как готовились с Гамбитом. Мы знали, что у них есть какие-то определенные раунды, они будут их играть. И, в принципе, пытались законтриться эти раунды. И у нас это получилось. Ты вошел в топ-5 на этих отборочных. Это правда, да. Расскажи, насколько для тебя это важно? Ты работаешь больше на личный результат или все же важнее командный успех? Я думаю, все игроки стремятся быть лучшими, быть в топе. Но этого никогда не получится, если не будет хороших тиммейтов, хорошей команды. Ну, вот такие аспекты они решают. Если не будет морали, то этого тоже не будет. Как настраиваешь перед игрой себя и как настраиваешь команду во время игры? Например, когда видишь, что нужно немного морали добавить. Есть ли фишечки, которые работают? До игр мы обычно общаемся. Я, честно говоря, говорю, конечно, всякие такие фразочки, которые немного подбадривают. Это зависит от настроя команды. Но в основном у нас мораль, ну, она всегда на высоком уровне. Если вот так взять свои прошлые команды и взять Немигу, то можно сказать спокойно, что в Немиге с моралью никто не страдает. У всех она на уровне, все заряжены всегда и друг друга подбадривают. Поэтому как-то мне отдельно выделяться и как-то подбадривать этого не нужно. Там скажу пару предложений, все настроятся, и можно играть. Как семья отнеслась к твоему переходу в Немигу? Что сказали родители по поводу того, что теперь ты будешь много времени проводить в Минске? Родители мне полностью всегда доверяют. Я их редко когда подвожу. Честно говоря, они отнеслись так себе. Ну, им не понравилось, что я буду ездить в Беларусь. Буду выступать за какую-то организацию чужую, по их словам. Но я просто сказал, доверьтесь мне, дайте мне время, и я докажу, что этот выбор я сделаю не зря. Что насчет фанатов? Какие комменты пишут? Что говорят? Честно говоря, я не особо слежу за этим. Не думаю, что у меня какая-то большая фан-база. Но я думаю, никто не был как-то расстроен, что я перейду в другую команду. Потому что, наоборот, если игрок принимает решение прийти в какую-то другую команду, его нужно поддерживать обязательно. Потому что это его выбор. И, конечно же, это поможет ему достичь каких-то целей. И успех. Какие шансы на минор? Насколько готова команда и как настрой? У нас будет сейчас два месяца, чтобы подготовиться к минору. На самом деле работы много. И все будет зависеть от того, как мы будем работать. Сделаем работу над ошибками. Будем больше тренироваться. Обязательно выйдем из группы на миноре. И есть шансы пройти в топ-3. Спокойно. Очень надеюсь на это, что у нас все получится. И маленькая мечта каждого игрока в нашей команде сбудется. Пройти нам же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова